Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы отправляемся в виртуальное путешествие по Энгуре. Энгуре – это небольшой населенный пункт, расположенный на западном побережье Рижского залива. В исторических источниках он впервые упоминается в середине XIII века как Ливский рыбацкий поселок. В XVII веке в правлении герцога Якова Тетлера в этом районе на берегу Вечупы или Энгуропиты, как называют также эту речку, находился один из герцогских железоделательных заводов. Свидетельства о конкретных постройках непосредственно на территории Энгуры можно найти начиная с 1731 года. Рядом с церковью была построена усадьба для священника, при усадьбе располагалась конюшня. Наличие церкви и дома священника говорит о довольно весомой роли поселка в жизни округи. Однако по-настоящему об Энгуре заговорили после того, как по инициативе Крышин из Валдемара здесь в 1875 году была устроена морская школа. Ее долголетним руководителем стал Карл Зандберг. В свое время братья Карл и Август Зандберги работали вместе с Крышным Валдемаром, издавая в Москве одну из крупнейших латышских газет конца 19 века «Ауструмс». Август Зандберг стал затем доктором, а Карл возглавил школу и, прожив долгую жизнь до 86 лет, обучил и воспитал не одно поколение латышской молодежи. Преподавателями в школе были отличные специалисты своего дела не в теории, а на практике, в море, в борьбе с волной, усовершенствовавшие свои знания и умения. О размахе школы в определенной степени говорит тот факт, что со временем для нее была построена даже небольшая обсерватория. Училище просуществовало до Первой мировой войны, но и позже место славилось своими рыбаками. Ловля рыбы шла настолько активно и успешно, что энгурцы решили выстроить свой собственный маленький порт. Многие считали, что это чистое безумие, но тем не менее порт существует и поныне. Началось с того, что сюда пришел купленный колхозом земснаряд. Между молами намыли мель, получилась солидная земляная дамба. Забили сваи, построили причал, углубили дно и к 1967 году проложили фарватер для своих судов. А к концу 1960-х годов у рыбаков энгуры имелся самый настоящий, небольшой, но тем не менее свой рыболовецкий флот. 25 моторных лодок и 14 судов местного флота, которые рыбачили в Рижском заливе, выходя чуть-чуть вдаль Балтийское море. А еще имелось два траулера для ловли рыбы в Атлантике. От причала в каждое утро уходили в залив рыбаки, чтобы доставить рыбооброготчикам треску и салаку, которая тотчас на берегу попадала в коптильни. Так что хозяйство крепкое, налаженное, в середине 80-х годов чистой прибыли ежегодно было от миллиона до полутора миллионов рублей. Чтобы обслуживать свои собственные корабли, энгурцы взяли на заработанные деньги государство заем и поставили у причала маленький плавучий док. Многочисленные портовые службы имели разветвленный и сложный комплекс механической ремонтной цехи, 4 рыбообрабатывающих цеха, тепличное хозяйство, строительный участок, даже автотранспортный парк, сотни единиц техники, а также сетевязальная мастерская. Так что сети тоже были свои. А начиналось все с ловли угря, которого здесь с незапамятных времен было великое множество. Считается, что само название поселка Энгуре произошло от старинного прусского слова «ангургис», означающего «угря». Поэтому неудивительно, что в Энгуре относительно недавно создали парк скульптур, посвященный угрю. Парк так и называется – Зушуцема Паркс. Кажется, поистине удивительного, как угри всего мира, рождающиеся в Саргасовом море, около Бермудских островов, знают, кому куда нужно мигрировать через огромные пространства. Но в генетическом коде части этих рожденных в Саргасовом море угрей написано, что нужно преодолеть все препятствия и оказаться в Энгуре. Парк состоит из нескольких скульптур и объектов, изображающих путь угрей от моря в рыболовецкие сети. На трех больших валунах, привезенных сюда из слампы, выбиты художественные изображения всех латвийских промысловых рыб, которых можно выловить в окрестностях Энгуры. И красиво, и практично. Рядом с изображениями помещены металлические кружки с названиями этих рыб. Смотришь и запоминаешь, как какая рыба выглядит, как она называется. Есть здесь и река камней, куда все желающие, когда парк создавался, приносили гальку и камни из своего собственного сада. Воистину каждый может сказать, что он внес свою влепту в создании этого парка. Кошка, ненастоящая, металлическая, декоративная, помещенная дизайнером парка на один из парковых фонарей, с высоты взирает на все это рыбное изобилие, изображенное на поверхности этих трех валунов. Здесь же рядом сетки, в которых-то нравится играть детям. Сетки эти не только игровое место, но также напоминание о мереже, рыболовной ловушке. В некотором отдалении стоит выполненная из металла фигура рыбака, гордо поднимающего обе руки, полные богатого улова. Если бы не связки угрей в его руках, глядя на величавую бородатую фигуру, можно было бы подумать, что перед нами сам Посейдон, бог всех морей. В парке есть скамейки и клумбы, и различные другие объекты, так что есть где погулять, есть где и отдохнуть. В сумерке парк освещается. Те, кто увидел это место и днем, и ночью, говорят, что особенно эффектно парк смотрится в ночное время, освещенный подсветкой. А еще недавно здесь вместо парка была площадка, где рыбаки сушили свои сети. Проект парка берет начало в 2016 году с приобретения земли у церкви. Авторами проекта Зушуцемский парк стали Элина Воевода, Велга Витола и Гайтыс Бурбис, воплотившие идею в жизнь при поддержке Европейского фонда морского и рыбного хозяйства. Погуляв по парку, можно продолжить мацион на пляже. Пляж Энгуре уникален своими серыми дюнами, которые считаются одним из самых редких типов дюн. В Латвии такой тип встречается лишь на небольших участках, так как очень быстро зарастает соснами и кустарником. Пляж благоустроен раздевалками, скамейками, помостами, детской площадкой. Семьям с детьми особенно понравятся игровые площадки, которые дадут юным посетителям возможность почувствовать себя моряком на корабле. Для любителей активного отдыха и спорта есть две волейбольные площадки, которые соединены пешеходным мостом, переброшенным через речку. В здании бывшего морского училища, основанной крышницей Валдемаром, расположен конференц-зал Энгуре. В нем, помимо зала для мероприятий, имеется просторный зал с экспозицией, рассказывающий об истории морского училища Энгуры и всего поселка. В ходе проекта выполнены работы по благоустройству территории, создана небольшая деревянная беседка, пешеходные дорожки, скамейки. Создан любопытный компас с отмеченными на нем мировыми портами, в которые приплывали моряки из Энгуры в разное время. Сегодня мы побывали в рыбацком поселке Энгуры и на этом попрощаться. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.